Всем привет! Мы продолжаем отпуск в Италии. Сегодняшний вечер мы хотим провести в этом городе. Это город Линьяно. Он расположен всего в 10 километрах от города Дубионы, где мы сейчас отдыхаем. И кому интересно предлагаем прогуляться вместе с нами. Все знают, что главная достопримечательность Линьяно это его побережье и пляжи. Поэтому свою прогулку мы хотим начать не с города, а вот с этой части. В город мы конечно тоже пойдем, но чуть позже. Сейчас мы идем к маяку, к которому ведет вот такая вот деревянная дорожка, а по обе стороны мы видим большой пляж. Сейчас на море шумновато из-за войны. Я бы сказал, что это вовсе не шум, а реальный звук моря. Как видите, на этой дорожке довольно много людей. Мы здесь уже не первый раз. Мы заметили, что здесь почти всегда так. Мимо никто не проходит. Вот мы и дошли до маяка. Этот маяк здесь выполняет не только свои функции, но и стал местной достопримечательностью. В принципе, здесь нет ничего такого особенного, но людей все равно привлекает это место. Наверное, из-за красивых видов на море. Обязательно здесь все фотографируются, а потом молча стоят и любуются морем. Что, естественно, делаем мы. А виды здесь действительно красивые. Напротив даже есть небольшой островок. Мы заметили, что здесь всегда можно увидеть рыбаков. Ну, время релакции моря прошло и пора двигаться в город. Здесь, смотрите, находится причал для яхт. И вид на яхты просто потрясающий. Видите, яхты стоят по обе стороны помостка, а вход на него закрыт. Поэтому посторонние туда не попадут. Но со стороны полюбоваться яхтами никто не запрещает. Имея такую яхту, даже и с жилье на море не нужно снимать. Можно прямо на яхте жить. Наверняка там есть все удобства. Хотя людей на яхтах все-таки не видно. Скорее всего, владельцы яхт проживают вот в таких вот близлежащих апартаментах. Я сейчас поднимаюсь на небольшую смотровую площадку. И отсюда еще раз можно посмотреть на причал с яхтами. Вид на яхты мне очень нравится. Я так понимаю, это не просто смотровая площадка. Здесь я вижу что-то вроде антенны. А под этой смотровой площадкой находится ресторанчик. Оттуда слышна музыка. Ну и такие вот виды сверху на пляж и апартаменты. По обе стороны здесь находится собачий пляж, поэтому и слышен лай собак. Сейчас мы вышли на променад и видите, вот с левой стороны находится собачий пляж, про который я говорил. Это конечно не совсем собачий пляж, здесь отдыхают люди вместе со своими собаками. Это по всему побережью Линьяна единственное место, где разрешено отдыхать и купаться вместе с собаками. Смотрите какое симпатичное место. Видно лежаки под соломенными зонтиками. Это наверное небольшая зона отдыха под соломенной крышей. Дальше становится на променаде шумнее, потому что отсюда начинаются ресторанчики. Смотрите как тут все организовано. Столики от ресторанчика находятся можно сказать прямо на пляже. Непонятно почему здесь лежит столько подушек. Интересно, столики расположены под большими соломенными зонтиками и окружены пальмами. Симпатичный ресторанчик, мне нравится. Ну вот мы и оказались на центральной пешеходной улице города. Сейчас уже вечер и поэтому на улице уже много людей. Здесь вообще всегда как днем пусто, потому что все на море. Ну а вечером люди собираются здесь, потому что именно здесь находится все развлечение туристов. Именно здесь находятся все ресторанчики, пиццерии, магазинчики. Именно здесь люди расстаются со своими деньгами. Итальянские дети такие голосистые. Смотрите ресторанчики находятся по обе стороны и даже еще есть свободные места. Но через часик у них будут уже стоять очереди. Вообще по таким улочкам можно даже гулять без всякой цели. Все появляется спонтанно. Видите ресторанчики периодически чередуются такими вот магазинчиками, где можно тоже потратиться. Смотрите какой интересный магазинчик. Здесь продаются только ножи и ассортимент ножей довольно приличный. А это витрина швейцарскими ножами. Эти ножи вообще не реценятся. И они совсем не дешевые. Виталия биржа Мы уже себе нагуляли аппетит и решили перекусить в такой вот пиццерии. Заказали себе две пиццы. Но нужно немного подождать, пока нам ее приготовят. Здесь можно заказать не только пиццу, но и кебаб, салаты. Ну а пока нам готовят пиццу, мы вот сидим, любуемся всем происходящим вокруг. Пока мы сидели в пиццерии, уже начало темнеть. И, кстати, пицца была очень вкусная, всем понравилась. Сейчас мы вышли в таком вот фонтане, это, можно сказать, уже центр города. Посмотрите, какая красота кругом. Фонтанчик подсвечивается, пальмы кругом. Есть где сделать фото на память. Кремляет прямо на глазах. Наша молодежь крутится возле игролих автоматов. Понимаешь же, что лохотрон, что вытащить откуда пошли ничего невозможно. Но все равно наблюдают за другими. И люди пока только от них отходят ни с чем. Сейчас уже стемнело, и улица уже стала гораздо симпатичнее. Светящиеся витринные еще больше стали привлекать внимание. С правой стороны магазин стильной одежды. И магазин довольно большой. Ну, как правило, в таких магазинах не очень много посетителей. Так как цены здесь солидные. Нам пока ничего не нужно, поэтому мы проходим минно, но идем дальше. Продолжение следует... По левую сторону тоже один интересный магазин. Таких магазинов здесь немного. Там продаются сувениры только из ракушек. Посмотрите, витрина просто завалена изделиями из ракушек. Трудно даже представить, когда это все продастся. Вот и что такое. Улица нас все дальше и дальше заводит ночной город. Смотрите, какие пальмы тут пышные. А под пальмами мультяшные герои организовали бизнес. Предлагают с ними сфотографироваться. А вот смотрите, какая красочная витрина. Смотрится очень красиво. Цветы выглядят как живые. А рядом магазин с вкусняшками. Здесь тоже мультяшные герои заманивают покупателей. Смотрите, сладости оригинально разложены. Прямо на деревянных бочках. Вот смотрите, сколько штук стоит. А рядом вот можно купить свежие трюфели. Кто устал ходить пешком, можно прокатиться на таком вот поезде. Пока мы шли мимо красочных витрин, уже совсем стемнело. Сейчас мы дошли еще до одной небольшой площади, куда приводят люди своих детей покататься на карусиле. Здесь всегда можно встретить уличных художников. А вот с правой стороны, чуть дальше, находится местная церковь. Смотрите, продает шаров какой высокий. А вот и церковь, о которой я говорил. Интерьер необычный. Не такой, каким не привыкли видеть в церквях. А здесь же все просто, ну и красиво одновременно. Сейчас мы вышли уже на окраину города, и нам пора ехать в свои апартаменты. Вот в этом большом паркинге мы оставили свою машину. Всем спасибо, кто был вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!